Можно ли человеку с помощью различных техник, гипноз, вспоминать свои прошлые жизни? Безопасно ли это? Как это может повлиять на человека в настоящей жизни? Есть много разных техник. Техник самого воспоминания. Про такие техники рассказывалось, например, у Карла Кастанеда, в частности, техника самого воспоминаний. На самом деле технологий много, можно для этого и гипноз использовать. Есть и другие техники, которые называются не гипнозом, а по-другому. Есть некоторые люди, которые с этим могут помочь. У кого-то к этому больше способностей, у него легче получится, у кого-то меньше способностей. Есть люди, которые себя выдают за тех, кто может это сделать. Это всегда на каждом роде деятельности, которые нельзя откровенно проверить. Ну, просто проверить. Всегда бывают какие-то мошенники. Поэтому надо искать людей с хорошей репутацией. И тогда, когда полученный опыт, полученные знания, уже люди прошедшие через них, они действительно позитивные. Дело в том, что гипноз – это механизм. И владение этим механизмом может быть не в такой степени, не в достаточной степени, чтобы, например, человек увидел прошлое в жизни. Потому что с помощью гипноза можно лечить, например, психозы. Можно улучшать настроение, можно выравнивать человеческую психику. Можно человека воодушевлять. Можно его в чем-то лечить в каких-то вещах. Потому что, чтобы лечить человека, нужно докопаться, прежде всего, до причинного болезни. То чисто одним гипнозом не поможешь. То есть гипноз, он залезает более глубоко в человеческую психику. Но если вы не поняли причины болезни, не осмыслили их, то гипноз принципиально не поможет. С точки зрения, можно и с помощью гипноза увидеть прошлое, но в принципе возможно. Но вопрос в том, что тот, кто этот гипноз для вас использует, это умел делать. То есть не просто про это говорил, а действительно умел. Не просто умел делать, но мог контролировать вашу психику ровно настолько, чтобы у вас там не было проблем. Не забывайте, что при погружении в прошлой жизни вы можете столкнуться с теми вещами, которые вам не понравятся. Это могут быть и стрессы, это может быть и ваша смерть, это может быть и коллективные массовые убийства, это могут быть какие-то природные катаклизмы. Ну, все что угодно может быть. Поэтому надо к этому быть еще готовым. Потому что в прошлой жизни может быть как хорошее, так и плохое. Корма практически каждого человека, она состоит и из того, и из другого. То есть некая общая субстанция. То есть к видению прошлой жизни нужно быть готовым. Вы многие, наверное, думаете, что и многие хотите в прошлой жизни оказаться королями, герцогами, великими воинами, принцессами. А загляд в прошлое, узнаете, что вы были там христианкой какой-нибудь, да, там или, не знаю, помощником подмастерья. То есть у вас будет разочарование. Поэтому приготовьтесь, увидите всю правду, примите такую, куда она есть. Осмыслите, что вы увидели, и, соответственно, примите решение к чему-то. Опыт прошлой жизни может помочь в том, что вы можете поднять ту часть знаний, которая у вас была, например, в прошлом. И ее можно было использовать в этой жизни. Зачастую есть какие-то технологии, какие-то умения, которые можно вспомнить и использовать. Не обязательно они могут быть мистические, они могут быть практические. В прошлой жизни были вы столяром. Столяром-краснодеревщиком. Да, и очень хорошим были столяром. Или вы были художником, например. Рисовали, правда, натуральными красками, раньше не было химии. Или были врачом, но лечили с помощью трав, например. Поэтому это может быть и полезно, это может вызвать востресс. В принципе, с помощью гипноза можно что-то увидеть. Но это зависит не от того, умеет ли человек этим гипнозом пользоваться, а в каких пределах его способности, во-первых, действуют, что он в действительности может. И может ли он вас обезопасить потенциальные опасности. Про это тоже нужно не забывать. И если вы потенциально к такому человеку приходите, эти вопросы нужно задать. А вообще, конечно, сидите чек с хорошей репутацией. Именно опирайтесь на репутацию. Когда вы кого-то ищете, узнавайте про чек не только хороший, но и плохой. Иногда чековы врут по поводу хорошего, иногда врут по поводу плохого. Но в целом, если перебрать, профильтровать информацию, тебе все-таки можно определиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok